Одна земля или вторая чеченская? Как Россия развязала десятилетнюю войну? В телевизии были объявлены весь чеченский народ. Страшное зверство российских солдат? Это вот ельцинско-путинский террор. Прикрытое российской же пропагандой? Придется валить дома. Главное не садануть по своим. И почему кровавый геноцид чеченцев сошел Путину с рук? Российская артиллерия, палящая по селам прямой наводкой. Установки не нужны. Точно попали в цель. И непрерывная доставка вертолетами все новых боеприпасов. Возраст этих кадров выдает только их качество. Ведь тогда снимали еще на пленку. После провальной для русских первой чеченской власть в лице Ельцина захочет мести. И заложив в 99-м новый военный бюджет, будет искать только повод. Быть в ремь всех бандитов из Дагестана. В 99-м этот повод дадут представители чеченского религиозного течения ваххабиты. Они зайдут на территорию Дагестана, неся туда свою веру. В это время Чечня уже независимая республика Эчкерия, провозгласившая независимость еще в 91-м. Дагестан – российская территория. Ваххабитов возглавляет Шамиль Басаев. Я считаю Шамиля Басаева жертвой этой войны. Против Басаева, воспользовавшись ситуацией, немедленно выдвигаются российские войска. Специально для исторических фактов вспоминает то непростое время глава правительства Чеченской республики Эчкерия в эмиграции Ахмед Закая. У российской спецслужбы разработали три сценария. Первый сценарий – это смена формата власти в Чеченской республике. То есть должен был произойти государственный переворот. Госпереворот не получился. Его предотвратит тогдашний президент Аслан Масхадов. Дагестан станет вторым сценарием. В погоне за отрядами Басаева россияне планируют заходить и в Чечню. Предлог должен был быть именно такой, что Чечня напала на Россию и совершила агрессию. И именно так они формулировали это. Однако само российское общество, помня цинковые гробы во время первой Чеченской, активно будет выступать против войны. Но в это же время в трех российских городах – Буйнакске, Волгодонске и Москве – на воздух неожиданно взлетят три хрущевки. Именно чеченцам припишут эти взрывы, как медь за Дагестан. Хотя в Рязани ФСБ проколется. В одном из домов милиция найдет мешки с гексогеном и таймер на пять утра. В федеральной службе сразу заявят, мол, это были учения. А директор ФСБ в то время Николай Патрушев вообще скажет, что ни один чеченец не имел отношения к тем событиям. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен. И думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение. Хотя с них начнется война. Самое главное – это провал операции в Рязани. А вы обратили внимание, что больше такого рода теракты не совершались, хотя война длилась в Чечне долгое время. Просто их взяли поличными и они прекратили взрывать русских граждан. В российских СМИ уже тогда пропаганда обовсю демонизирует чеченцев. Их называют террористами и боевиками. А к их числу приписывают и законно избранного президента Аслана Масхадова. В первой с ним был объявлен весь чеченский народ. На тот момент Россия и фактически правит Путин. Ельцин представил его как преемника и назначил премьер-министром. Он впервые произносит фразу скорее из тюремного жаргона, чем из политического лексикона. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы и в сортире их замочим, в конце концов, все. Буквально через два дня после взрывов домов российские войска блокируют чеченскую границу. И в стране начинается кромешный ад. В отличие от первой войны, где вначале шла пехота, теперь первой летит авиация и равняет с землей чеченские села и город Грозный. Пока не верится, что придется валить дома. Главное не садануть по своим. Правозащитник Абубакар Янгулбаев в это время жил в Грозном. Я даже это помню. Я уже пошел в второй класс. Самолеты начали летать первыми и бомбить. Мечеть разбомбили. И там убили около 40 человек. И куча раненых было. То есть во время молитвы. Разбомбили рынок. Около 100 человек погибло. Разбомбили роддом. Тоже погибли женщины и дети. Это был настоящий, на самом деле, терроризм со стороны российского государства. Но это будет только начало. 26 октября через СМИ русские объявят о создании коридора беженцев, ведущего к ингушской границе. Туда направятся огромные колонны женщин и детей. Их в неделю накапливали. Не пропускали на блокпосту. Держали, пока 10-12 километров образовалась колонна. Но кровавый российский генерал Шаманов прикажет им возвращаться. В это время по сторонам выстроится артиллерия. А в небо снова взлетит авиация. Они просто разбомбили этот гуманитарный коридор. Уничтожили тысячи людей. Детей и женщин. Это зафиксированный факт массового убийства. Ни мировые, ни европейские общественные организации тогда не отреагируют на инцидент. Что только развяжет руки для дальнейших преступлений россиян. Униженные и озлобленные проигрышем в первой Чеченской российские военные в Грозном оставляют послание гражданским. Добро пожаловать в ад. Часть вторая. Мы вернулись. И не имея тогда аббревиатур В и З, не скрывают даже своих подразделений. СОБР. Иркутск. Еще одна трагическая страница Второй Чеченской войны, которую можно было бы назвать Второй Бучей. Ведь поселок Новая Алды – это пригород Грозного. 5 февраля 2000 года российские военные проведут там кровавую зачистку. Во время этих зачисток начали убивать людей. Среди них было двое русских, кстати, среди убитых. И до убийств, до расстрелов их пытали некоторых. То есть там были еще факты изнасилования, были факты мародерства. Там погибло официально, то есть это посчитали правозащитники, 81 человек. Подобно бандитским ОПГ, русские военные будут вымогать и людей выкуп за свою жизнь, деньги и золото. Я не видела своего сыра в сроках. Они его там убили. Оказывается, он принес только 300 рублей. И такие зачистки пройдет чуть ли не каждое чеченское село, куда зайдет российская армия. Левдем не виноваты мои сыновья. Явные солдаты, геноцистов народа. Это кадры из архива Анзора Масхадова, сына последнего президента Айчкерии. У нас убито, мы сегодня называем такую примерную цифру, более 300 тысяч мирных жителей. Фотографии. Это уже ельцинско-путинский террор. 300 тысяч – это четверть жителей страны. Кого тогда не убивали, забирали в фильтрационные лагеря. На самом деле это были концентрационные лагеря. Если это воинская часть, экскаваторами они выкапывали ямы и бросали людей туда, и держали в этих ямах людей. Кого умирали, кто умирал, кто погибал, женщин, мужчин, всех в одной яме держали. Они их пытали, тела выдавали родственникам, то есть продавали. Однако, несмотря на все зверства, как сейчас в Украине, так и тогда в Айчкерии, российские СМИ называют это не войной, а контртеррористической операцией. Война, она должна вестись по каким-то правилам. Есть Женевские конвенции. Все люди попадают под какую-то норму, которую весь мир признает. А какая-то операция, она их как бы освобождает от придерживаться гуманитарных норм. И мир простит это Путину на волне мировой борьбы с терроризмом. Путину очень повезло. Прежде всего, с 11 сентября. Он был первым, кто позвонил тогда, чтобы выразить соболезнования. И он как бы стал просто партнером вот в этой мировой борьбе с террором. И после этого, конечно, Чечня стала восприниматься как внутреннее дело России. В России считают окончанием контртеррористической операции 2009 год. Путин сделает ставку на семью Ахмата Кадырова и забалит его деньгами. Все дело в том, что Кадыров представитель так называемого муфтията. Проще сказать, московского патриархата только в исламе. Поэтому я говорил, что Паша Мирсадес или Ахмад Хаджи Кадыров – это были проекты КГБ. Ну, сегодня это ФСБ. Страшными отголосками войны станут теракты в Беслане и Норд-Осте. В обоих случаях террористы будут требовать только одно – вывести российские войска из Чечни. Появится и еще одно трагическое последствие российских зверств – девушки-шахиды. Это женщины, которые лишились всего – братьев, мужей. Вот, допустим, первый случай – это когда одна чеченка молодая взорвала коменданта генерала, который убил ее мужа, отца, братьев и почти все их мужское, которые находились в ее семье. Сейчас в Европе живет более 300 тысяч чеченцев, не имеющих возможности вернуться домой, не присягнув на российском флаге. И уже долгие годы в горах Ичкерии ведет свою борьбу с федеральной властью подпольно-партизанское сопротивление. И для них эта война еще не окончена.